Было принято решение совместно с Федерацией Москвы выступать за Москву, представляя ее уже, получается, со второго, с третьего старта. Я отобрался на жимовой Москве, съездил в жимовую Россию, выиграл. И через 10 дней после Чемпионата России по жиму я здесь, в Арзамасе, по классике. Изначально согласовывали календарь. Было принято решение в этом году два старта за сборную Москвы, это Чемпионат России по жиму и, собственно, классика. Поэтому впервые начал подготовку, хоть она была такая, скажем, не все силы я отдал этой подготовке, потому что готовился целенаправленно на жим. И жим без экипа, и жим в экипе это еще более, наверное, полярные виды, чем в целом троеборья друг от друга отличаются. А так попробовал по технике движения, приседания в наколенниках. В целом даже где-то стало получаться. Раньше был рекорд 315, больше не ходил. А тут 335 на подготовке на 3, 350 на 2. Ну и помост сказал, что 350-372 не был готов. Поэтому интересная практика, интересный опыт. 372 именно не получилось физически или как? Не готов был морально? Да морально был готов. Немножко уголки, может быть, не те были, когда во второй попытке подходил на отвес. А в третьей уже эмоций, может быть, не хватило. То есть технически я как бы, она пошла на спине, она была легкой и немножко завалился назад, поэтому не вставился. Но тяжело переучиваться из углов в экипировке к безэкипным углам. И не было задачи кардинально переучиваться. То есть я не хотел отпускать ту технику. Поэтому где-то по коленям у меня получилось. А вот по вертикальному наклону спины не перестроился до конца. Ну, сильно не расстроился. По результатам, доволен результатами тем, что показал? Загадывал ли какие-то цифры для тебя? Я никогда не загадывал. Я смотрел по ситуации, потому что в целом я не знал, на что готов. Потому что подготовка строилась без рекордов, да, без каких-то нажимов. Потому что тяжеловато уже было, как бы, к концу сезона. И, по сути, сегодня был эксперимент. 350 я больше не держал вообще на спине в безэкипировочных приседаниях. Поэтому пристрелился к рекорду на 372, можно было 360. Но, опять же, хотелось попробовать этот рекорд, поддержать на спине. В жиме вообще не знал, на что готов. Потому что экипировка и травма локтя, она достаточно давлела всю подготовку. И вообще неожиданность была. В тяге я был готов лучше всего, потому что техника в экипировке и без экипировки в этом движении менее отличается, чем во всех других. Мне комбез дает немножко. Поэтому в тяге, ну, метил на 363, тоже рекорд. В итоге сходил 352, что дало рекорд в сумме. 937 снял рекорд в сумме. Ну и так, в целом, доволен выступлением, потому что это был эксперимент. Не был я там агитирован целями. Прям вот везде, везде, везде снять рекорды. Была цель, задача попробовать, а там помост покажет. Собственно, так и произошло. А в следующем году вот некоторые сборники приедут в феврале, перед мартом экипировочным. Ты собираешься выступать там и там? Или следующий старт какой у тебя издается? По плану следующий старт мы обсуждали, календарь на следующий год в Федерации Москвы. Следующий старт будет Екатеринбург. Это финал по экипировке. Если будет принято решение выступить на классике, то есть малой крови, сделаю по подходу, потому что конкурентов нет, а в экипировке надо готовиться уже более основательно и не менять углы, и уже в качестве отдельной тренировки можно выступить на классике. Но если скажет команда, что нужно, конечно, поддержу. Если будет возможность пропустить, лучше готовиться на финал, потому что финал отборочный на международное соревнование, как мне сказали здесь, что по итогам двух чемпионатов России сейчас в Арзамасе, который будет в следующем году в феврале по классике, с учетом этих двух стартов будет определяться сборная, поэтому если можно будет пропустить классику в феврале, я пропущу. Спасибо.